привет друзья это яков очередное видео на канале здравость в этом видео мы будем беседовать о такой теме которая называется половая трезвость некоторое время назад а конкретно пару лет назад по моему я выпускал серию видео из рубрики мужской разговор до в котором я говорил о половом воздержание да эти видео стали достаточно популярными на канале то есть приходило много людей видимо эта тема для людей была актуальна соответственно и вот там как бы разные мнения высказывались кто-то говорил что ну в общем там я вообще не понимаю чем говорю кто-то поддерживал да как бы но как мне сейчас кажется то есть возникло некое общее недопонимание и я вижу это и в телеграм-чатах в наших кстати а если вы еще не подписаны на наши телеграм-чаты замечательные подписывайтесь ссылки находятся в описании этого видео там есть все наши соцсети проекта и так далее вот если вы не подписаны вы многое упускаете я вам это гарантирую соответственно в наших телеграм-чатах тоже всплывали такие вопросы вот и люди как бы выказывали некое такое недопонимание вообще в целом моей позиции вот конкретно то есть как мне кажется люди думали что значит я в своих видео и высказываете позиции то есть я предлагал людям как бы воздерживаться как монахи завязать все там на узел да и соответственно вот это и было половое сдержание вот это не совсем так да то есть точнее это совсем не так вот я имел ввиду что нужно прийти к некой трезвости да и соответственно вот этот момент трезвости это именно то что я называю половой трезвостью половая трезвость как компонента да в моем видении вот это является она является частью более широкой трезвости, которую можно назвать, например, эмоциональная трезвость, потому что, в принципе, то, что мы делаем, неправильно пользуясь половой системой, мы, в принципе, по сути дела, закрываем какие-то свои проблемы. Об этом мы еще поговорим как раз в этом видео. И получается, что если у нас нет половой трезвости, то эмоциональной, психической трезвости у нас точно нет, и, соответственно, мы живем уже нетрезво. Это неудивительно, то есть большинство людей, за исключением, наверное, каких-то там совсем святых, они живут нетрезво. Соответственно, о том, что такое половая трезвость. То есть половая система – это система, которая имеет в нашем теле конкретное предназначение, то есть это размножение. То есть то, что я говорил в тех видео, сводилось к тому, что, друзья, давайте использовать эту систему по назначению. Кто-то может сказать, слушай, а если, например, там у меня жена, ну что нам, совсем с ней не это. Вот решать вам, то есть главные критерии, которые я вот для себя в своей жизни использую, касаемые вообще всего питания, там каких-то там сексуальных утех, да, еще чего-то. Использую ли я это, чтобы закрывать и заедать какие-то проблемы, да, соответственно. И отвечая на этот вопрос, являюсь ли я максимально честным с самим собой. То есть понимаете, да, суть? То есть можно сказать, ну нет, я ведь не использую вот эту систему. Но на самом деле человек может жестко заблуждаться в этом. То есть нужно не только себе ответить на этот вопрос, да, но нужно еще ответить на него честно. А честность, она частенько, ну, как бы наше эго не дает нам быть честным. Вот это первый момент. А второй момент частенько просто наше невежество не дает нам быть честным. То есть мы буквально можем чего-то не видеть. Да, и, соответственно, вот мой посыл, да, как я вообще вижу, половое воздержание или половую трезвость, нужно взглянуть на это действие, на эту, так сказать, систему и спросить себя. То есть я вот это делаю для чего и с каким посылом? То есть если у меня это, допустим, ничего не закрывает, то есть если это у меня там искреннее желание как-то сблизиться с человеком, то есть это, если это одна компонента какой-то более широкой близости с человеком, то, соответственно, возможно здесь нет никакой проблемы. Есть ли же обратный сценарий? Вот я сейчас опишу механизм, который, в принципе, ну, частенько сейчас, как в нашем обществе, он приводит к тому, что люди неправильно используют эту систему. Допустим, у человека в детстве, ну, происходит какая-то там неприятная ситуация, да, там какая-то травма, то есть так, немного утрируя сейчас будем говорить, то есть, ну, буквально психику корежит и психике неприятно. То есть там есть какая-то ситуация, есть какая-то тревожность, есть какой-то стыд, стыд это ощущение, что я там фундаментально плохой, да, соответственно, вот, и так как ребенок, например, в детстве исследует там в том числе свое тело, он находит какую-то кнопку, да, например, то есть эта кнопка, оказывается, дает много удовольствия, да, и так устроено в теле, что если как бы есть удовольствие, то временно как бы и боль покрывается, да, буквально, например, когда происходит оргазм, то есть выделяются компоненты, которые, ну, например, схожи по своему действию с некоторыми там опиоидами, то есть у нас буквально тело во время оргазма, ну, как будто себя, само себя штырит наркотиками, да, получается. То есть, соответственно, когда тело само себя штырит наркотиками, становится легче, потому что там те трудности, которые были, та боль, которая была, она как бы, ну, подвергается такой вот анестезии, да, и, соответственно, психика понимает, что, слушай, если вот так вот делать, то становится легче, да, и буквально берет этот рычаг и, соответственно, начинает вот эту педальку, этот рычаг регулярно дергать. То есть человек подсаживается на вот на такое нетрезвое поведение, то есть буквально он там или она, здесь не нужно думать, что это там только мужской удел, хоть это и видео из рубрики «Мужской разговор», просто я обращался в них к мужчинам, но я сейчас спокойно могу обращаться и к женщинам, то есть это применимо вообще ко всем. Педальку может найти любой или любая, то есть это работает и так бывает повсеместно. Соответственно, найдя вот эту педальку, то есть психика ее использует, и человек, в принципе, так едет во взрослый возраст, да, соответственно, сейчас, наверное, ну, не наверное, а точно положение, в принципе, еще более ухудшилось, потому что у нас есть высокоскоростной интернет, вот, есть не только там какие-то педальки, но есть еще и там, в смысле, там какие-то веселые картинки, в общем, веселые видео, да, и, соответственно, человек вот этим всем пользуется. Вот это настолько такое суперестественное, в смысле не супер, как супер, а, ну, сверхъестественное, да, как бы стимуляция, то есть что, как бы, вовлекаются такие участки мозга, такие механизмы, например, нейромедиаторов, да, например, то есть такая штука, как, например, эффект Кулича, да, то есть что это значит, например, когда самец, значит, так сказать, находится с одной самкой, она ему через некоторое время не то что надоедает, он к ней охлаждает, да, как бы охлаждается, и если ему показать новую самку в этот момент, то у него, как бы, возникнет новый порыв уже к этой новой самке, то есть, видимо, природой, там, у млекопитающих точно это заложено, как, ну, что нужно, как бы, стремиться к разным, да, и, как бы, чем больше, тем лучше, да, такая вот история, вот, но, соответственно, получается, когда это, там, настоящие самки, и это действительно получается, то, наверное, природа вознаграждает, что какой-то классный, да, то есть такой примерно механизм, вот, а когда же это не самки, а, например, где-то там закладки в браузере, да, то, соответственно, происходит некая такая иллюзия, то есть мозг, он думает, что все классно и что все круто, там просто конские дозы дофамина, удовольствия выделяются, всех этих, там, гормонов, да, но в реальности все совершенно иначе, то есть все совершенно не классно, вот, и я это для чего рассказываю? Я рассказываю, что вот эта педаль, которую человек находит для забивания чего-то, когда-то, вот, триггером, так сказать, этого становится желание покрыть что-то, какую-то травму, то есть что-то, допустим, что там родители не додали, какую-то боль, какой-то стыд, какую-то тревожность, но когда человек подсаживается вот на эти, так сказать, конские дозы, да, всего этого, удовольствием, вот, он реально становится наркоманом, то есть не только оказывается нерешенной вот та вот корневая проблема, которая его, в принципе, привела к этой педали, да, просто раньше, наверное, ну, хорошо, там, человек, там, что-то фантазировал, там, чем-то с собой занимался, да, соответственно, ну, и как бы так примерно и жил, да, причем не нужно думать, что здесь, что возраст излечивает это, то есть когда мозг и ум находят механизм, так сказать, справляться с чем-то, то это будет работать и это будет задействовано всю жизнь, да, если человек не предпримет осознанные попытки, так сказать, с этого куда-то съехать. Вот, сейчас же дела обстоят еще хуже, и здесь, наверное, ну, вот то, что я рассказываю, будет применимо к более такому молодому поколению, то есть тому поколению, которое выросло в век высокоскоростного интернета, потому что им, в принципе, были доступны сразу вот эти конские дозы, и они частенько подсаживались вот прям на вот это вот самое жесткое, да, и, соответственно, там, как бы чем раньше, тем хуже, чем чаще это используется тоже, тем хуже, там, чем дольше по времени тоже, тем хуже, то есть, соответственно, вот эти все факторы, они воздействовали. То есть у человека не только есть корневая проблема, которая, конечно же, не разрешена, да, но он уже и наркоман, да, и получается, что способом выйти вот из этого, так сказать, круга, да, является, а, перестать быть наркоманом, а это очень сложно, сложно в том смысле, что, например, если человек там алкоголик, как наркотик, да, то как бы он убирает алкоголь, то есть он предпринимает какие-то попытки, да, и, соответственно, ну, это тоже непросто, но что-то происходит. А здесь же у нас такая жизнь сейчас, что компьютер, сотовый телефон, там, еще что-то доступно везде, да, со всех сторон реклама, которая будет провоцировать, то есть это просто задача какого-то следующего уровня, да, получается, вот, не говоря уже о том, что у нас как бы к телу, там, и у мужчины, и у женщины пристегнута, ну, так сказать, частью тела является что-то, что не даст делать или будет очень мешать это делать, то есть это просто, ну, какие-то уже космические уровни, какое-то космическое достижение в плане осознанности, они реальны, то есть это абсолютно реальная вещь, но человек должен просто четко понимать уже, как это ему вредит, что ему, почему ему важно и нужно это сделать, да, и, к сожалению, многие люди приходят к этому только достигнув некого такого дна, там, у кого-то семьи разваливаются, да, у кого-то, там, с работы увольняют, то есть это абсолютно реальные вещи, то есть можете где-то сходить, там, на форумах почитать, то есть это просто сейчас бич, то есть, например, трафик, связанный, там, с каким-то сексом или еще чем-то, он сейчас, я так понимаю, из последних, там, данных, которые я читал и слышал, 70-80% всего трафика в интернете, это трафик, связанный вот с какими-то там, значит, такими вот вещами, соответственно, то есть это везде, и частенько люди, которые этим занимаются, это, ну, совершенно нормальные выглядящие люди, то есть просто в какой-то момент психика нашла у них вот этот вот механизм, да, и получается, там еще есть такой вот интересный момент стыда, потому что эта проблема считается некой такой постыдной, и человек, как бы, в том числе стыдом, вновь закрывает и забивает, как бы, эту проблему, то есть, чтобы распаковать вот эту проблему, нужно распаковать стыд, да, соответственно, но это очень непросто, так как стыд сам по себе, он является чем-то, что говорит человеку, что, как бы, я плохой, то есть мои действия плохие, то есть я, как бы, не могу обращаться за помощью, потому что это стыдно, то есть я плохой, то есть я не могу пойти туда, вот, а это пойти туда, как бы, открыться, начать это распаковывать, это частенько то, что именно требуется сделать, не частенько, а во всех случаях, то есть это так работает, да, соответственно, как бы, признание проблемы другому человеку какому-то, это просто, как, ну, не знаю, 50 или, может, больше даже процентов в сторону решения этой проблемы. Соответственно, вот это все происходит, да, и сказать, что это, ну, мягко говоря, не трезвость, это не сказать ничего, то есть это просто какая-то, ну, катастрофа, да, и это, соответственно, бич, и вот эти темы я, как бы, хочу и буду поднимать, потому что, ну, я вижу, как бы, насколько большая эта проблема сейчас, да, то есть люди и на консультацию приходят по таким вопросам, да, и, соответственно, в принципе, то есть если осмотреться вокруг, понятно, что происходит. То есть, значит, половая трезвость, то есть используем эту систему только по назначению, да, соответственно, если мы ей, там, чего-то закрываем, заедаем, не можем на долгий, как бы, или какой-то любой срок оставить это по желанию, да, как бы, кто-то говорит, вот, там, секс, это, как бы, там, какая-то природная вещь. Друзья, секс, секс, это опциональная вещь, то есть вам может хотеться, но вы можете спокойно, как бы, с этой хотелкой быть, то есть это не должно сносить вам крышу, там, вас не должно тянуть, там, просто без остановки, да, то есть это должно быть, как бы, контролируемо и нормально и естественно. То есть все остальное, да, это, как бы, это наркомания, то есть и то, что принято в обществе считать нормальным, на самом деле это наркомания, это не трезвое, как бы, восприятие реальности. То есть, как бы, есть, да, там, такой инстинкт размножения, там, есть, как бы, некое сексуальное желание, то есть все люди, как бы, все имеют тело, да, такое есть. Но то, как вы этим пользуетесь, да, то, насколько, как бы, это вас берет за шкирку и, как бы, движет вами, да, то есть здесь это все разнится, то есть это опциональная вещь, то есть она не требуется для жизни, то есть, в принципе, есть долгие периоды, когда человек спокойно может без этого обходиться. Да, если у человека есть иллюзия обратная, да, тут, как бы, много моментов, чистое питание, оно это все приводит в норму, потому что все вот эти вещи, типа, значит, там, если я буду воздерживаться, я уже тоже говорил об этом видео, если я буду воздерживаться, то у меня там какие-то застои, простатиты, это все чисто от неправильного питания, просто воспалительные процессы, то есть если чистое тело, адекватное, вполне нормально живется, вообще нет никаких проблем. То есть это трезвое, как бы, восприятие, то есть мы не используем это как способ закрыть что-то, заесть, там, запить, как-то покрыть, то есть мы перестаем быть наркоманом, да, и начинаем проживать то, что изначально нас сделало этим наркоманом, там обязательно есть какая-то корневая проблема. Есть исключения, то есть есть типа людей, которые просто на это подсели как наркоманы, ну, типа, вот попробовали там и как-то понеслась, и, в общем, потом, в принципе, трудно остановиться. Но я такого, мне даже такого сложно представить, то есть обычно человек, который ищет чего-то такого, он, в принципе, ищет чего-то такого, чтобы покрыть что-то, что уже как бы ему создает боль и какую-то трудность и неприятность. Да, то есть перестаем быть наркоманом, начинаем разматываться. О том, какие процессы происходят, когда, например, человек оставляет такие привычки, это вообще отдельная тема, скорее всего, для вебинара для целого, потому что там я просто вкратце опишу, что происходит. И при смене питания, кстати, ровно тот же самый процесс, вот просто немного в других масштабах. То есть человек буквально меняет то, от чего он привык получать удовольствие. Его будет плющить по полной программе, то есть будет и плато, и детокс, и будет ощущение, что ничего не хочется, и какая-то депрессия. То есть буквально у него мозг не знает, как и из чего можно получить удовольствие. То есть вот эту хотелку перестали давать. То есть у человека будет ощущение, что в жизни вот просто все плохо, какое-то дно. Вот то есть задача как бы перестать получать удовольствие из этого и перестроить одновременно или чуть позже на какие-то адекватные механизмы получения этих удовольствий. То же самое про питание. Почему люди сходят в сыроедение? Потому что перестали быть наркоманом на некоторое время, там 2-3-4 года. Почему вот этот 3-4 года такой интересный период, когда все обратно как бы уходят в сыроедение? Мое видение сейчас, что оно состоит в том, и проблема состоит в том, что те механизмы получения удовольствия от наркоманской, вареной, обработанной еды полной специй, они еще присутствуют. То есть человек как бы забыл, для чего он это делал. Он забыл про эту некую трезвость. И эти механизмы его так плавно стягивают назад. То есть человек пробует, и соответственно они его ведут назад, и он там на каком-то уровне останавливается. Может быть кто-то во все тяжкие пускается. То есть наверняка и такие случаи есть. Но так или иначе вот это как бы механизм мозга, удовольствия, энергетических систем наших, они человека ведут туда-обратно. И в еде происходит то же самое. Просто как-то поменьше тянет. Но там сложнее заметить. Здесь же будет тяга тоже сильная. И нужно будет вернуть и создать себе какие-то адекватные способы получения удовольствия. Там не знаю, обучение, какой-то бег, физические занятия, то есть там еще что-то. То есть трезвая, адекватная такая вот жизнь. Да, соответственно, друзья, вот такой вот посыл. То есть я обозначил проблему, я обозначил то, что я в принципе имел в виду. Я обозначил то, как я это вижу. Обозначил некоторые критерии того, как это может выглядеть. И обозначил то, насколько трудно в принципе будет это делать. Если вам это актуально, пишите в комментариях, делитесь опытом. Будет интересно и мне, и, я думаю, всем другим, кто тоже это будет смотреть и читать. Это Яков, канал Здравость. До встречи в ближайших видео на нашем канале. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok